Привет-привет! Мы в моем любимом магазине Кубус. Здесь всегда, как не сглазить, были приветливые продавцы. Хороший товар, приятные, приятные цены. Итак, хит-сезона, конечно, у нас. Это очень теплые вещи. Посмотрите, какие прекрасные толстущие шарфы. Шарф толстенный. У меня в свое время был такой, как только приехала в Швецию. Я такой себе прикупила. Так, стоит он 249 шведских крон. То есть 250, можно сказать, 25 евро. Знаете, да, он очень толстый, очень теплый. У него, правда, можно на зимовку. Шапченки. Шапченка всегда нужна. Я, кстати, уже в Шапченке бегаю. Куртку я пока так себе и не нашла. А это вот, пардон, сзади у меня такой звук. Это магазин какой-то был, сзади закрылся. Ну, Олин закрылся, но это не Олин, какой-то еще магазин закрылся. Да, видите, какой простой лакотичный, шведский. Почти каждая шведка вот такие валахоны и носит. Независимо от возраста. Когда меня спрашивают, как шведы, какие они, очень тяжело бывает на этот вопрос ответить, потому что живу я в Маймо. Ой, слушайте, паук. Девочки и мальчики. Паук. Как он, интересно, ползет по своей паутине вверх-вниз. Чудо природы, да? Так, куртехи. Ну вот, дошли мы до куртех. Но, опять-таки, они короткие и без капюшона. Ага, сейчас повернем. Там есть с капюшоном. Ну вот, посмотрите, она с капюшоном, но она короткая. Ну что ж такое? Там мне ж мою филейную часть задует. Внешне 25 лет. 25, конечно, только такое меня и прикалывало. Помню, поехала я первый раз в жизни на Черкисо-Скерыно. Как раз мне было 25 лет. И одела я на себя тетину шубу, которая была, не знаю, наверное, 65-го размера. Тетя у меня женщина не толстая, скажем, худая, но у нее грудь седьмого размера. И вот эта вот грудь, она все дело, собственно говоря, и портит. Поэтому тетя моя носила сумасшедшие большие вещи. В общем, поехала я в этой куртке на Черкизон. И знаете, там меня как давай продавцы за руки хватать. Покупай у меня, покупай у меня. Да ты что, в какой ты куртке ходишь? Как ты стремно-позорно выглядишь. Вот прям в глаза. Я думаю, да, здесь мы ничего покупать не будем. Это абсолютно точно. И на Черкизон мы больше никогда не приедем. Вот такие у меня воспоминания о Черкизоне. Яркие. Но все бы ничего, если бы там меня бы еще за руки не хватали. В общем, я оттуда еле вырвалась, так скажем, с Черкизона. Платьями здесь не пахнет. Показала бы я вам, мои дорогие, но платьев тут что-то не наблюдается так сильно. А, ну вот слева наблюдаются, но не такие короткие, как туники. Всем хорошего дня. Если есть вопросы, пишите.